Договор ренты Договор ренты Договор ренты по жизни на ренте. С ответчиком? С ответчиком, да. Так, а это как-то для детей было более щадящей ситуации? Ну, дети, когда это все было сделано, дети уже восприняли нормально. Более того, значит... Подождите, то есть, значит, по договору рента, как я понимаю, значит, который вы заключили с ответчиком, квартира перешла в собственность с ответчиком? Да, получается, перешла в собственность. Ваши дети, получается, были не согласны, что вы просто проживаете с другой женщиной, у вас наладилось к личной жизни. Но они были не против того, что вы по договору рента передали квартиру. Получилось так, что они согласились, потому что еще дополнительно... За деньги. За мои. Светлана Александровна дала еще 2 миллиона денег, как первичный взнос, на то, что вот она проживает, и как бы выплату ренту. Так, по договору рента, да? Да, договор рента, вот, в вашей честь у меня есть, я могу вам, так сказать, показать. Сколько денег было передано? 2 миллиона. 2 миллиона. 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей я передал своим детям. Значит, после этого на отношения как бы нормальные стали с детьми, ну, и мы проживали. Ну, 5 лет, это самое, полгода тому назад получилось так, что я поехал к себе по месту раньше, где прошло мое детство, это в Чертанове. Вы сами знаете, бывает иногда так, что хочется посмотреть, где-то раньше жил, и встретил там Марину. Марина – это моя одноклассница, моя первая любовь. Встретив ее, естественно, у нас, так сказать, возобновились наши чувства. И чем дальше с ней общались, у меня возникло... Чувства ни при чем. Возникло понимание того, что жить я без нее не могу. Мы поженились. Но так как, сами понимаете, жить нам нужно было где-то, я решил пригласить Марину жить у меня. Но при этом... Пояснил, значит, Светлане Александровне, что я встретил женщину, что я женился, и хочу, чтобы она жила вместе со мной. При этом сказал, что наши отношения прекращаются, поэтому ту сумму денег, которую она дала мне, я ее возвращаю, так как в соответствии с рентой, значит, Светлана Александровна никаких выплат мне ранее не давала. Так, то есть вы просите, я так понимаю, все-таки основные обстоятельства не то, что у вас сейчас личная жизнь наладилась, и вы брак новый зарегистрировали, да? Да. С Мариной Николаевной. А то, что ответчик не исполняла принятые на себя по договору ренты обязательства. Ну, как у нас было, так решено, так мы вот... Давайте по обстоятельствам неисполнения ответчиком обязательств по договору ренты. Да, такое тоже было, да. Что? Я не исполняла. То есть какие были обязательства принятые ответчиком на себя по договору? Вы производили ежемесячные выплаты по договору? Ваша честь, вот я не перечисляла ему на книжку выплаты, но я платила за квартиру. Ваша честь, за квартиру я давал деньги, и она оплачивает. Хорошо, давайте сначала. Я оплачивал. Дело в том, что... Практически за мои деньги была оплата. Да дай мне сказать что-то. Истец, я вашу позицию выслушал, она мне понятна. Пожалуйста, отвечу. Я сейчас хочу пояснить, Ваша честь, все как происходило. Когда мы с ним познакомились, он в меня влюбился. Сразу сделал, практически сразу сделал предложение, давай там сюсю-мусю, давай замуж. Дети его отказались от этого, то есть они у него ненормальные. Что значит ненормальные дети? Все, ненормальные, потому что нормальные дети за счастье отца своего. И получилось так. Ну какие есть. Ну какие есть, да. Дело в том, что мы любили друг друга, я не скрываю, я тоже была к нему привязана. У меня была квартира в Ельце, трехкомнатная, хорошая, большая, с евроремонтом. Так как мы стали жить вместе, то и договорились, я продаю свою квартиру в Ельце, отдаю 2 миллиона. Отдаю, он отдает своим детям по миллиону, они затыкаются. А, вот почему дети были согласны на договор рента. Конечно, конечно. То есть денежные средства были переданы им. Это ничего не бесплатно. Ну а вы понимаете, естественно, да, что если в случае сейчас судом будет расторгнут этот договор рента, то вам 2 миллиона придется вернуть. У вас есть эти денежные средства? Да, я готов, в вашей честь, вернуть эти деньги. Да какие сейчас такие деньги? У вас есть они в наличии? Да, есть у меня, потому что 2 миллиона, у меня есть на книжке, 2 миллиона это мои же накопления по жизни моей. Ага, вот они накопления, а жил-то он за мой счет. Дело в том, что оставшиеся деньги, проданные от квартиры, мы с ним вместе проживали. Не сравнивайте вы свою квартиру с московской квартирой по стоимости, на которую вы претендуете сейчас. Дело в том, что у нас была договоренность, я продаю свою квартиру, а он мне отдает свою. Я как, на улице что ли оставил? Извините меня. Истец, истец, истец. Когда я скончался? Истец. Дело в том, что... Смотрите, значит, вот ваши денежные средства, ваши денежные средства, будь они там с приобретения квартиры, заработанные, с продажи, точнее, квартиры, заработали вы эти денежные средства, в дар получили, неважно. Вы имеете им право распоряжаться, как хотите. Вы их можете потратить на истца, на себя, куда угодно. Я так и сделала. Давайте по условиям договора ренты пожизненной. У вас здесь предусмотрена ежемесячная выплата в пользу рентополучателя. Да. У вас есть доказательства того, что вы эти условия исполняли? Вы знаете, я исполняла больше условий, чем по договору ренты. Каким образом? Я покупала за квартиру, я покупала лекарства. Я давал деньги вам на оплату за квартиру. Осуществлял за вами уход, делала уколы, оплачивала коммунальные платежи, убиралась. Ваша честь, честно говоря, я еще в состоянии был за собой ухаживать, поэтому здесь все было нормально. Вы видите мое состояние. Нет, но вы подтверждаете? Ну, подтверждаю, да, Ваша честь, что мы совместно жили. За квартиру платила? Квартиру платил я, из моих денег был я плачен. Да нет, Ваша честь, дело в том, что я на выслуги лет и работаю, а у него, он просто пенсионер, я немножко помоложе его. И поэтому, как бы, вклад в наше совместное хозяйство у меня большая доля. Понимаете? А он сейчас хочет мне отдать 2 миллиона рублей и выставить меня на улицу. Ваша честь, стоимость квартиры в Москве значительно дороже, нежели чем то, что предложила... Остец, да мы сейчас не о стоимости квартир. Мы про Ваш договор, Рен, который... Так я еще не могу... Вы понимаете, но Вы же его тоже заключили. Я заключил, естественно. Вы вот сейчас вот заключили, сегодня заключили, завтра захотели, расторгли. Вы считаете, что это так, что ли? Нет? Ну, может быть, если Ваша честь действительно есть с моей стороны какая-то непорядка. Другая сторона по этому договора отличит. Я готов возместить ущерб. Она тоже, понимаете, она тоже имеет право защищать свои какие-то риски по этому договору. Но сейчас я не могу проживать со своей женой в своей квартире. Она препятствует этому. Отвечка, а Вы проживаете сейчас до сих пор в этой квартире? Да, я проживаю в этой квартире, потому что, когда он сказал, я тебя выселю, я все это расторгну, и что мне делать? Конечно, я не бросаю свою квартиру, но если уж так, прямо так у него такая любовь, морковь с Мариной, с Ириной, мне все равно. Но пусть уже он вселяется, эта Ирина Марина, его там, это, старая корга. Да мне все равно, ты меня бросил, обманул. Просто наигранная. И поэтому пусть она вселяется, живет, я уйду. Ответчик, значит, во-первых, Вы, даже являясь собственником квартиры по договору ренты, можете проживать в ней только с согласия получателя ренты. Это раз. Это предусмотрено законом. То есть, понятно, да, Истинец? Да, Ваша честь, понятно. Ну, я съеду. В любом случае, даже если не будет договор расторгнут ренты, то Вы можете там проживать только с согласия получателя ренты. Это не дает Вам безусловного права проживать в квартире, хоть она Вам и принадлежит сейчас на праве собственности. То есть, Вы не против, чтобы истец со своей настоящей супругой теперь уже проживал в этой квартире. Истец, ну а Вас что не устраивает? А мне, Ваша честь, не устраивает то, что я, понимаете, хочу, согласно своего исковоза именно, растолгнуть ренту и вернуть причитающуюся долю, которую, так сказать, потратила на меня. Ну, она уже не та, она в день уже. То есть, настаивайте, настаивайте на долю Хворенинска. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Вот как ты был непорядочным, ты и вторую, и третью бросишь, потом снова будешь расторгать, вот и все. Не надо. А ты что, хотел, чтобы я на улице, что ли, осталась? Никто не хочет. Нет, милый мой, я все исполнила, даже свыше. И я тоже все исполнила. Ты вообще мне должен быть благодарен, с такой красивой женщиной прожил. Вон, омолодился, огурец, новую нашел себе. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, а также оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил. Исковые требования о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением и о возврате квартиры в собственность истца оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет иск, поскольку закон допускает расторжение договора пожизненного содержания с иждивением только при существенном нарушении условий договора другой стороной. В заключенном между сторонами договоре было предусмотрено пожизненное содержание с иждивением в виде периодических денежных выплат. Но стороны с момента заключения договора заменили данный вид пожизненного содержания с иждивением на содержание в натуре. Закон, а именно статья 603 Гражданского кодекса Российской Федерации, допускает замена одного вида содержания на другой. Судом установлено, что на протяжении пяти лет ответчица добросовестно выполняет свои обязательства по договору пожизненного содержания с иждивением, осуществляет содержание истца в натуре, то есть обеспечивает истца питанием, одеждой, медикаментами, осуществляет за ним уход, производит уборку квартиры, оплачивает коммунальные эксплуатационные расходы, что подтверждается представленными судоплатежными документами. Данные обстоятельства подтверждаются и самим истцом, и никаких возражений по этому поводу с его стороны по настоящее время не поступало. А изменение семейного положения истца не является основанием для расторжения договора ренты, поэтому суд в иске вам отказывает. Еще раз напоминаю, ответчик, что вы имеете право проживать в данной квартире только с разрешения ренты получателя, то есть истца. И если в данном случае вы сейчас не будете совместно с ним проживать и выселитесь из этой квартиры, то, соответственно, не сможете осуществлять свои обязанности по договору ренты в натуре. Поэтому вам, как и предусмотрен договором ренты, придется выплачивать тогда денежные средства. Я согласна. Поскольку, если в случае невыполнения ответчиком вот этих условий, вы сможете обратиться снова с иском, если она не будет исполнять свои обязанности, тогда уже о расторжении договора ренты. Понятно решение суда сторонам? Да. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Закон есть закон. И в соответствии с законом я буду отставить свои права. Квартира моя. Бывшему сожителю, дай бог ему здоровья, пусть вселяется в нее с любовницей, с женой. Умрет, я в нее сама вселюсь. И буду жить, поживать, да добра наживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова